Люди, которые мы видим на фото, и их ранние предки, не могли построить ту великолепную архитектуру, которую мы видим. Это невозможно. Давай, прыгай. Мы должны рискнуть и углубиться в эти города, и присмотреться поближе. Там должны быть некоторые подсказки, ждущие своего открытия. Они помогут нам понять, почему города пусты. Что ты говоришь? Не хочешь ли ты сначала выбрать грязь со своих ботинок? Не волнуйся, это пустая трата времени. Давай, прыгай, идем со мной. Эта грязь предлагает нам небольшие подсказки о том, что могло произойти в этот период времени. В июле 2011 года, в Крайсчерче, Новой Зеландии, произошло землетрясение, унившее много жизней. Город погрузился в хаос. Были разрушены здания и инфраструктура. Без электричества остались более 50 тысяч домов. Произошло разрушение домов, разрывы водопроводных сетей, наводнения и пожары. Обрывы линий электропередач. Из-за сильного движения грунта и интенсивной стряски, часть города испытала странное явление, известно как разжижение почвы. Это появляется на асфальтовых дорогах, прокидывает опять автомобили, заставляя волны падать с холмов, что приводит к еще большему ущербу для домов. Происходит разжижение грунта. Он теряет прочность и жесткость в ответ на приложенное напряжение. А такое, как тряска. Могут быть и другие внезапные изменения. Такие, например, как взрыв. Рыхлый насыщенный грунт имеет тенденцию сжиматься при приложении нагрузки. А в случае напряжения такого, как тряска или взрыв, мы имеем обратно, почва растворяется. В результате получается коварный, зыбучий песок или глина. Земля превращается в жидкость. В результате этого конструкция с большой массой здания и инфраструктура автомобилей начинают пускаться вниз или разрушаться. Это также может повлиять на плотины или мосты. Потоки мутности могут образовывать огромные оползни, которые невозможно остановить. В худшем случае могут быть разрушены целые города. Как вы можете видеть, сжижение может перемещать целые участки земли. Грязь может приходить драматично и быстро. Ее разрушительная сила непреодолима. Это явление, известное как разжижение, хорошо задокументировано при землетрясении в Японии в 1964 году. Мы ясно видим этот эффект на фотографии. Тот же самый эффект с землетрясением на Аляске в 1964 году. Когда здания рушились, автомобили тонули, а инфраструктура разрушалась. Как только напряжение спадало, почва снова начинала затвердевать. И мы можем увидеть последствия. Неровные грязные улицы остаются там, где было дорожное покрытие. Возвращаясь к фотографиям городов 19 века, мы видим аналогичную ситуацию. Дороги не очищены и полны грязи. Мы видим неровные грязные дороги повсюду, на фоне изысканной, сложной и великолепной архитектуры. Могла ли эти города постить подобная участь, разжижение почвы, что мы видели в последнее время? Возможно. Но одни только грязные дороги и недостаточно основания, чтобы делать такие выводы. Дети задают наиболее важные вопросы. А взрослые в их туманном ступоре обычно дают самые неудовлетворительные ответы, часто извергая выученную, бессмысленную информацию, оставляющую выображение ребенка неудовлетворительным. Клюпая по грязным дорогам 19 века и наблюдая за окружением, ребенок может спросить, почему их окна наполовину в земле? Отличный вопрос. Действительно, почему они действительно строили дома с окнами на уровне земли? На этих фотографиях вы увидите людей, которые, к сожалению, не создавали всю эту прекрасную архитектуру. Может быть, некоторые из них в какой-то момент своей напряженной жизни задавали себе те же самые вопросы. Мы везде видим окна на уровне земли, а частично окна и ниже уровня земли. Вход на первый этаж приподнят с уровня земли, а также ступеньки, ведущие ко входу ниже уровня земли. Мы можем найти это почти в каждом крупном городе по всему нашему царству. Так же, как и на старых фотографиях, мы видим это сегодня. Говорит ли нам это о том, что общество, имеющее скромные строительные инструменты, лошадей и автомобили, построило свою инфраструктуру, изначально потратив бесчисленное количество часов и энергии на расчистку земли глубиной более трех метров, чтобы начать их строительство цокольных этажей. Невероятно! Это тяжелая работа. Начиная с 20 века, большие мощные землеройные машины, экскаваторы и фронтальные погрузчики значительно сократили время и рабочую силу, необходимую для рытья подвалов по сравнению с копанием вручную лопатой. Возможно, вы могли бы сказать, что наши исторические предки были просто преданы архитектуре, которую они создали. Вы могли бы сказать, что многие из затонувших зданий, которые мы видим, на самом деле связаны с возвышенностями и впадинами природного ландшафта. Официального повествования, в котором всегда полно несоответствий, возможно, было бы вполне достаточно, если бы не современные раскопки. Когда мы смотрим на такие фотографии, как эта, до нас сразу доходит, что мы видим окна и двери на 2-3 метра ниже поверхности земли. Почему окна и двери под землей? Что это такое? Что мы видим в наших городах? Естественное накопление почвы с течением времени. Геологи никогда не могли приписать эту последовательность накопления почвы нигде в мире. Потому что это невозможно. В некоторых регионах постоянно наблюдается накопление верхнего слоя почвы, а в некоторых происходит постоянная эрозия. Многие историки и археологи отмечают, что города за столетия были разрушены войнами и природными явлениями, такими как землетрясения, вулканический пепел, наводнения. Разве это не просто слои предыдущих цивилизаций? Нет, это не так. Мы снова и снова увидим целое это же здание, соответствующих архитектуре над слоем этой земли. Вы видите, что под всем этим лежат незнакомые следы предыдущих поколений, того же поколения, которое построило все это. Как только вы увидите эту затонувшую структуру, распространившуюся во всем мире, вы больше не сможете этого не замечать. Мы видим, что фундаменты старых церквей изначально являются первыми этажами с одинаковыми ходами и окнами. Мы видим раскопанную мозаику, столбы, колонны и арки, которые изначально были намного больше, и именно слой почвы уменьшил их размер. Как и при землетрясении 1064 года в Японии, мы также находим много так называемых древних построек, которые наклонены, как будто в какой-то момент почва под ними разрыхлилась и сжижилась. У нас есть башни, церкви Сахарсон, наша дорогая леди, церкви Маунт, башня в Германии, пагода, тигровый холм в Китае, Невьянская падающая башня в России, падающий храм Хума в Индии, Ауткер в Нидерландах, башня Сарагоса в Испании, и конечно же башня Пиза. Официальные лжецы мира пытаются оправдать погребенные и наклоненные конструкции и их расчистку.